доброе утро трейдеры приветствую вас на очередной торговой сессии сегодня в среду начнем с позитивной ноты правда не имеющий отношения к финансовым рынкам такая просто для поднятия настроения разумеется все ближе выходные и поскольку сегодня у нас среда можно разумеется начать нашим традиционным скажем клише фразы это среда пришла неделя прошла но все равно у нас впереди еще три торговой сессии есть и фундаментальные события и разумеется нужно сейчас под собраться и обратить на них должное внимание потому что сейчас я уверен вы прекрасно заметили сами волатильность на рынке финансовых активов просто зашкаливает наверное какой бы актив мы не проанализировали сейчас не совсем тривиальное поведение что связано опять же с не совсем обычной фундаментальной обстановкой поэтому продолжаем оценивать фундаментальный фон подводить итоги о прошлых ключевых событий которые оказывают резонирующий эффект и следить за теми отчетами которые еще впереди пытаясь прогнозировать их и пытаясь определить каким образом они могут сказаться на волатильности опять же и на той или иной ценовой тенденции валютных активов которые мы используем каждодневной спекулятивной деятельности сегодня разумеется в ходе брифинга как и всегда обозначу кодовое слово еще раз напоминаю тем кто не в курсе что это такое это по сути доступ к дополнительному бонусу который можно получить плюс к тем акциям которые действуют на в рамках нашей компании это бонус на пополнение чтобы воспользоваться им достаточно связаться с вашим персональным менеджером и попросить его защитить на на следующее пополнение бонус действует до на следующего брифинга то есть у вас есть ссылки чтобы принять решение и повысить покупательскую способность ваших депозитов предлагаю начать с наших привычных активов это нефти и российской валюты откройте пожалуйста графики бренда дневки текущая цена примерно 49 долларов за баррель и если мы обратимся к вчерашней торговой сессии то сможем хронологически разделить ее на два периода во первых это буквально до второй половины европейской сессии мы видели как бренда росса достиг даже локального хая в районе 51 после этого пошла коррекция и снова вернула на черное золото ниже на серьезной поддержки в районе 50 долларов за баррель если хронологически выделили два соответственно разнополярных движения разумеется в их основу закладывался такой же абсолютно разнополярный фундаментальный фон восходящее движение которое мы видели в первой половине торговой сессии было связано с а статистическими данными которые появлялись на рынке во первых это сообщение минэнерго на сша о том что они планируют сократить объемы производства на нефти до 8 96 миллионов баррелей в сутки то есть это примерно на 350 на 360 тысячи баррелей в целом конечно же не совсем серьезный скажем показатель следствие которого можно отказываться от идеи существенного расхождения между спросом и предложением но все-таки что-то для скажем изменения того фундаментального фона который мы анализируем последнее время следом за соединенными штатами америки в аналогичном ключе отметился и ближний восток саудовская аравия который также сообщил о том что снижают объемы на производство да и в частности это можно уже говорить по факту если в июне мы видели объемы производства на уровне 10 и 6 миллионов баррелей в сутки то сейчас это 10 и 4 то есть 200 минус 200 тысяч баррелей хотя если мы посмотрим точнее попытаемся объяснить причину подобного подобной позиции со стороны саудовской аравии здесь более-менее все понятно я думаю что как раз саудовская аравия наиболее уязвлена от текущего снижения цен на энергоисуса потому что наверное у саудовской аравии самая большая зависимость от нефтяных доходов и в частности пополняемость бюджета находится зависит от конъюнктуры рынка энергоисусов больше чем на 80 процентов поэтому такие инициативы а сначала бренда подрастал как я уже сказал но потом совершенно иная тенденция ценовая снова вернул актива к тем уровне на которых он торговался ранее и здесь уже другой фундаментальный фон которому предлагаю вам прямо сейчас и вернуться саудовская аравия это всего лишь один из представителей нефтяного картеля опек и поэтому как только на появились сообщения о снижении объемов производства трейдеры оценили собственно другую статистику и объемы производства прочих членов нефтяного конгомерата и пришли к выводу о том что рано еще списывается счетов колоссальный объем производства потому что переизбыток со стороны других участников перекрыл как раз снижение нивелировал снижение со стороны саудовской аравии на текущий момент мы можем говорить о том что объем производства в рамках нефтяного картеля находится на максимальных уровнях за последние три-четыре года и уже вплотную приближаются к уровню 32 миллиона баррелей в сутки но и потом наверное еще более серьезным фактором коррекции на цен на нас ривы и товары выступила вчерашнее решение национально народного банка китая провести девальвацию национальной валюты напомню что девальвация который мы наблюдали вчера то есть ослабление юаня против доллара стала максимальной за последние 20 лет даже может быть больше периода 22 года наверное даже 23 юань осла против доллара на практически 2 процента народный банк китай сообщил о том что это разовая коррекция теперь он полностью сфокусирован на поддержание стабильности курса и соответственно усиление определяющей роли рыночных механизмов в процессах курса образования но эта мера была вынужденной и необходимой почему на это решение народного банка китая нефть отреагировала о серьезной просадкой это связано с тем что если монетарные власти поднебесные пошли на столь агрессивные шаги это подтверждает факт серьезных системных и более глубоких экономических проблем которые сейчас характерны для китая поэтому если приходится на действовать скажем через подобные агрессивные жесткие меры значит а в целом наверное экономические трудности они еще более серьезного порядка маячит где-то на горизонте поэтому по китаю дальше мы будем видеть только еще больше а снижение темпов экономического роста еще большие спады что а в целом будет оказывать соответственно больше давления на динамику сырьевых активов что касается на китая сегодня утром была опубликована целая порция макроэкономических данных здесь и исключительно негативная статистика родичные продажи упали промышленное производство здесь все очень серьезное сокращение последние актуальные цифры 6 процентов против прошлого 6 8 капиталовложения также снизились все три отчета которые в принципе могли повысить привлекательности китайского рынка ну или по крайней мере создать условия для того чтобы трейдеры начали в другом свете более оптимистично смотреть на будущее экономики поднебесной сейчас уже скажем эти ожидания не оправдались напротив мы видим то что статистика характеризующие ключевые сектора китайской экономики она по-прежнему весьма удручающим свете что касается еще решение банка китая по смягчению экономической политики то в целом нужно прекрасно понимать что эта девальвация разумеется может создать условия для повышения конкурентоспособности национальных производителей чему это приведет возможно это приведет к более высоким объемом экспорта может быть спустя какое-то время эта мера окажется действенной уже постфактум и скажем мы будем говорить о том что это был правильный шаг сейчас конечно же экспорт дешевеет для китая но что касается импорта он разумеется становится дороже поэтому на ключевые стратегические партнеры китай среди которых является австралия а сейчас начинает уже активно дисконтировать эти риски потому что совершенно очевидно что импорта а в юанях он уже стал дороже поэтому если мы посмотрим на вчерашнюю торговую сессию по австралийцу после того как это решение в плане девальвации юаня а стало доступным для обсуждения в средствах массовой информации австралийца стал очень сильно терять я думаю что получил еще дополнительный негативный фактор для сохранения коррекционной тенденции движения к нашей долгосрочной цели которую мы поставили на уровне 0 7 поэтому сейчас в принципе скажем спасибо китаю по плане того что создал дополнительные риски для нас сырьевых активов и разумеется для на валют развивающихся рынков но и для тех валют которые очень зависит от стабильности цен на сырьевые инструменты среди них кстати канадский доллар который также вчера а терял и сейчас продолжает движение к нашей сейчас уже как к срочной цели это уровень 1 32 то есть пара юсдк поскольку по нефти мы снова вернулись к нижним минимальным значением за многие последние месяцы поскольку обозначаем возможность еще больше коррекции разумеется давайте посмотрим на динамику рубля и на текущий момент правда еще не можем говорить про открытие только смотрим на премаркет 6450 наша каткосрочная цель реализована и мы видим то что юсд рапа уже практически в одном шаге от приближения к мощному сопротивлению в 65 окончится ли вот эта спекулятивная атака на рубль рядом с этой отметкой но это не ясно в целом если мы говорим про о снижении цен на энергоресурс и я считаю то что давление на российскую валюту напротив сохранится единственное что хочется отметить почему центральный банк не вмешивается в текущую ценовую конъюнтуру почему не задействует инструменты которые могут поддержать российскую валюту это очень большой вопрос я думаю что он такого очень глубокого порядка потому что сейчас мы видим если рубль продолжит слабеть значит на рынке снова появятся прежние инфляционные и девуляционные ожидания разумеется население не будет больше хотеть хранить свои сбережения в рублях начнет спешно перекладывать их валютные активы это спровоцирует повышенную привлекательность на иностранную валюту приведет к долларизации экономики из-за конверсионных сделок возрастут темп оттока капитала ситуация выйдет из-под контроля центральный банк снова начнет повышать процентные ставки то есть весь прогресс который которому стремился национальный центральный банк последний год сейчас по сути может быть поставлен под вопрос и все благодаря нерешительности со стороны российских монетарных властей где находится эта точка кипения 65 70 75 80 это не знает никто но 65 приближается центральный банк по сути и вуз не дует значит может быть стоит сделать ставку на реальную ослаблению и девальвацию рубля против американского конкурента до 70 это на скажем долгосрочная цель хотя учитывая волатильность на рынке на российском валютном рынке эта цель может быть реализована там в рамках нескольких недель сейчас пока руководствуемся на целью поближе 65 пока оттуда и метим напротив американского конкурента идем дальше европейская валюта евро доллар актуальные котировки на текущий момент 1 10 74 евро продолжает восстанавливаться уже пятую торговую сессию явно позабыв о тех на фундаментальных причинах которые должны выступить факторами агрессивной разгрузки позиции европейской валюты мы видим то что евро на плотную сейчас приближается к уровню 1 11 может быть как раз это как раз то сопротивление которое имеет шансы быть протестированным но то что евро закрепиться выше конечно же это мало вероятно потому что рано или поздно все-таки нужно будет вернуться к тем причинам которые стали факторами серьезного ослабления европейской валюты уже в последнее время из вчерашних отчетов можно было отметить данные по индексу оценки экономических условий показатель неплохой скажем так может быть даже на на самых лучших уровнях за последние несколько месяцев вполне возможно что снятие опасений в связи с ситуацией по греции стало причиной улучшения настроений но не думаю что мы увидим тенденцию в этом плане потому что в целом более системные серьезные макроэкономические данные по экономике валютного блока по еврозоне по германии а сейчас позволяют нам фокусироваться на той идее что по-прежнему этот регион достаточно слабые никак не может нащупать достойные основания для экономического восстановления в эту пятницу будем анализировать данные по ввп германии кто-то считает что на фоне улучшения оценки экономических условий можно видеть хорошую статистику я же все-таки предлагаю вам еще раз а вспомнить последние данные по рынку труда по роничным продажам и по состоянию промышленного сектора если кто-то забыл то что все эти отчеты в отрицательной зоне поэтому на этом фоне я считаю что ввп также будет хуже прогнозов и может стать еще одной причиной для фундаментального давления на позиции евро из других факторов которые оказали поддержку европейскому активу на вчерашней торговой сессии можно отметить соглашение по третьей программе финансовой поддержки греции на сумму 86 миллиардов евро очень странно то что рынок так оптимистично отреагировал на факт достижения соглашения поскольку об этом мы знали уже довольно таки давно и может быть даже если быть точными уже около месяца и разумеется не было никаких иллюзий в плане того что тройка кредиторов европейской комиссии европейский центральный банк и международный валютный фонд откажется от поддержки агрессии поэтому я считаю что рынок а чуть перестарался с оптимистичным настроем по евро и сейчас практически в любой момент может вернуться уже к объективной фундаментальной реальности и начать оказывать такое последовательное давление на позиции пары евро доллар и поспособствовать снижению сейчас уже к цене срочной цели уровню 1 0 8 но напомню что мы ожидаем коррекции еще более глубокого масштаба потому что в эту пятницу помимо ввп у нас будут еще данные по индексу потребительских цен еврозоны и если опять же этот отчет снова продолжит отяготеть к отрицательным значением значит у европейского центрального банка будет больше оснований для анонса новых мер экономического стимулирования и более агрессивного выкупа активов поэтому по евро доллару ставим делаем ставку продолжаем делать ставку на коррекцию доллар японская иена что у нас по этим валютным активом уровень 125 который снова после отката был нашей каткосрочной целью сегодня уже протестирован поэтому мы можем добавить в копилку реализованных инвестиционных идей еще одну а что касается дальнейших ожиданий сейчас мы видим то что доллар никак не хочет отступать от значения 125 может быть опять же учитывая фундаментальный фон американская валюта сама прекрасно понимает что на текущий момент а должна стоить больше и должна находиться против основных конкурентов на более высоких ценовых значениях я разделяю такую позицию потому что опять же последние несколько недель и последние несколько важных макроэкономических отчетов американского происхождения еще больше убедили нас в том что американская экономика продолжает восстанавливаться соответственно создает условия для нормализации денежно-кредитной политики и может стать причиной еще одного шага фрс повышению процентной ставки что собственно а мы и ждем на этой неделе точнее уже завтра будет очень серьезный отчет розничные продажи почему на него нужно сделать большую ставку потому что розничные продажи позволят нам оценить потребительскую активность потребительскую активность мы разумеется традиционно закладываем в качестве базиса для темпов экономического роста если розничные продажи окажутся хорошими если посмотреть содержание экономического календаря вы сможете увидеть что прогноз очень хороший поэтому если мы увидим сильную статистику доллар непременно может получить еще большую поддержку и достигнуть наши уже среднесрочной цели по паре юсди иена эта цель напомню обозначена сейчас в районе ста двадцати шести поэтому ждем хорошие розничные продажи завтра и делаем ставку на еще более серьезное восходящее движение и еще больше бычий импульс со стороны американца еще пару слов хотел сказать про на фунт на текущий момент мы видим то что пара фунт доллар торгуется в районе 1 55 66 сегодня наверное из фундаментальных отчетов стоит отметить данные как раз именно британского происхождения потому что сегодня у нас есть возможность проанализировать состояние рынка труда англии и помимо уровня безработицы роста числа новых рабочих мест я советую обратить даже больше внимания на динамику роста заработных плат почему потому что этот отчет позволит нам оценить точнее даже по-новому взглянуть на а перспективы роста инфляции а инфляция является сейчас самым наверное серьезным камнем преткновения перед британскими монетарными властями касательно повышения процентной ставки напомню что сейчас банк англии следит за этим показателем и если удастся найти основания для более скорого движения уровня инфляционного давления в стране к целевому показателю в два процента то может быть мы сможем услышать повышение процентной ставки уже ближе ко второму кварталу шестнадцатого года однако если инфляция будет тяготеть что более вероятно учитывая снижение цен на энергоносители тяготеть к отрицательным значениям значит в принципе целевой показатель в лучшем случае будет достигнута не раньше конца а семнадцатого года и в принципе на такие же на долгие сроки мы отложим возможное решение по ужесточению монетарной политики со стороны банка англии поэтому сейчас исходя из этого стоит обратить внимание на динамику роста заработных вклад если отчет окажется лучше прогноза британец скоткосрочно получит конечно же бычий импульс и сможет отыграть у американца несколько десятков пунктов однако если отчет будет плохим еще на скажем ближе по итогам сегодняшнего дня станем к нашей среднесрочной цели точнее даже к нашей а сейчас самые ближайшие цели это закрепление пары ниже уровня 1.55 но потом еще движение в район 1.54 для средне-долгосрочных трейдеров а предлагаю в принципе сейчас не метаться на рынке мы уже цель поставили эта коррекция в район 1.54 53 значит туда пока даже несмотря на фундаментальный фон и независимо от того чтобы сейчас не произошло касательно британского макроэкономического фона у фунта сейчас куда больше оснований для как раз сохранения этого коррекционного импульса поэтому сегодня следим за динамикой заработных плат отчет напомню будет публикован буквально через несколько часов в 11.30 по московскому времени и особое внимание к нему что касается кодового слова на сегодня если уж так много уделили внимание китаю давайте прямо поднебесную и возьмем в качестве сегодняшнего кодового слова кодовое слово китай величина бонуса 6 процентов вопрос есть тогда большое спасибо за внимание ждем комментариев и вопросов на нашем официальном канале а маркет оставляйте их под видео окном всего доброго до свидания